Первый погожий Первый погожий Средняя, общеобразовательная школа номер 12 основана в 1952 году. Расположена в микрорайоне Дружба города Мытищи. На территории национального парка Лосиный остров. В классах было от 40 до 45 учащихся. Школа работала три смены. С 1966 по 2004 годы школа работала как основная общеобразовательная. С 2004 года основная общеобразовательная школа номер 12 переименована в среднюю общеобразовательную школу. С ноября 2003 года по август 2005 года здание школы находилось на капитальном ремонте. Надстроен был третий этаж. Произведена перепланировка здания. Оборудованы 18 учебных кабинетов. Библиотека, медицинский кабинет, буфет. На территории школы оборудованы три спортивных площадки. 1 сентября 2005 года за парты сели 207 учащихся. Педагогический коллектив создает все необходимые условия для получения качественного, доступного образования. Ориентированность педагогического коллектива на личность ученика позволила снизить уровень тревожности детей, обеспечить поддержку учащихся с различными способностями к обучению. Каждый ребенок включен в учебную деятельность с учетом его возможностей и способностей. Ценным средством воспитания являются традиции. Традиции создают общность интересов, переживаний, сплачивают школьный коллектив и обогащают жизнь школы. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. У лучшего школы ученика сегодня вид невероятно строг. Ему нести девчонку на руках, ту самую, что первый даст звонок. В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-патриотическому воспитанию. В течение года педагогическим коллективом проводится большая работа по этому направлению. Воспитывается уважение к символам и атрибутам российского государства. Прививается любовь к родине, к родной школе через традиционные школьные дела. Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по гражданско-патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны. Трудовому воспитанию способствуют генеральные уборки школы, экологические десанты по уборке пришкольной территории. Учащиеся школы принимают активное участие в очистке территории Лосиного острова, благоустройстве школьной клумбы. В школе постоянно ведется спортивно-оздоровительная работа. Классными руководителями и учителями физической культуры проводятся мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, игры, экскурсии, беседы, соревнования, викторины. Регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия, зарядка под музыку. В школе несколько лет успешно работает отряд юных инспекторов дорожного движения, активно участвующих в пропаганде знаний в области безопасности дорожного движения. Агитбригада ЮИД в 2011 году заняла первое место в районном, зональном этапах и третье место в областном этапе Всероссийского фестиваля «Марафон творческих программ по правилам дорожного движения». На базе школы функционирует пять кружков разной направленности. Разнообразной творческой деятельностью в школьных кружках заняты постоянно около 46% учащихся. Танцевальный кружок пользуется популярностью среди ребят. За 60 лет школой управляли 14 директоров, и все они отдавали свои силы, ум, энергию и любовь своей родной школе. И мы с гордостью произносим их имена. Субтитры создавал DimaTorzok Соблюдение школьных традиций, посещение детьми различных кружков способствует успешному выступлению на соревнованиях. Наблюдается стабильная динамика количества обучающихся, принимающих участие в региональных и муниципальных творческих конкурсах и соревнованиях. Школьники из спортивного кружка «Рукопашный бой» добиваются высоких результатов в районных соревнованиях по боевому искусству. Связь поколений всего лишь два слова, а школа любить и гордиться готова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Рукопашный бой»